Со временем связана вся жизнь человека. Суточная, потом что больше суток, исчисляет время уже календарь, годовое время. Потом годовое время переходит в хронологию, ну и так далее. Значит, Вечный русский календарь, ВРК. Цель предлагаемого проекта – ознакомить читателей с историей календаря, рассмотреть проблему календаря и предложить проект Вечного русского календаря, постоянного на каждый год, на вечные времена. Астрономический аспект этой проблемы существовал с древних времен из-за непростого соотношения между продолжительностью тропического года, месяца, недели и суток. Неоднократно были предприняты попытки преодолеть эту сложность, однако в настоящее время существует более полусотни различных календарей с несовершенным видом, и нет единого, общепризнанного, простого и удобного календаря. Дело в том, что единицы измерения времени дают природа – сутки и год. И люди создали такое количество календарей, и по всем этим календарям считают время. В 1923 году при Лиге нации в Женеве был создан Международный комитет по реформе календаря. В настоящем времени обнародовано несколько сотен проектов, однако календаря, удовлетворяющего всем предъявляемым к нему критериям, как не было, так и нет. Учитывая современное состояние проблемы, автор предлагает универсальный совмещенный проект Вечного русского календаря – ВРК. Единицы измерения времени более суток осуществляются календарем. Астрономический тропический год в календарном времени состоит из дней, недель, месяцев календарного года и высокосного остатка. Ну и, соответственно, с этим остатком свое высокосное правило. Эти величины не кратны между собой и создают несовершенную систему счета времени, так как календарь в нашем случае грегорианский, главным недостатком которого является числа в месяцах ежегодно переходят с одних дней недели на другие, поэтому происходит перемещение рабочих и выходных дней по числам месяцев, а праздники смещаются по дням недели в разные годы. Следующее. Различное количество дней в месяцах и кварталах года. Далее. Трудность запоминания календарной схемы дней года. Следующий момент. Отсутствие простой закономерной и понятийной кратности между днями, неделями, месяцами, кварталами и календарным годом. Следующее. Несовместимость с традицией русской цивилизации, то есть всех коренных народов России. Следующее. Отрицательное влияние на здоровье и все формы жизни. Далее. Раздробленность недель месяцами, а месяцев и календарного года – неделями. Вечный русский календарь, который я предлагаю, устраняет перечисленные недостатки. И кроме того, он совместим с любым календарем мира, в том числе и с этническими, религиозными, государственными любой страны. И на любой год. Проект ВРК составлен с минимальным изменением существующей терминологии и понятийного аппарата и послужит продолжением существующего Григорианского календаря, не нарушая связь времен, что является одним из главных условий при успешном развитии и совершенствовании жизни. Введение. Календарь всегда был увязан с природно-климатическими явлениями и хозяйственной жизнью общества. Он послужил созданию первой рунической письменности, таковым является на протяжении многомиллионной истории человечества. Чудинов, руны, сказы каменного века Руси. Календарь является основой жизни. Чем лучше календарь, тем успешнее жизнь. Формирование письменности началось со времен Арктов и Гипербореев, с рунического календарного временного круга года. Существовали 9, 16 и 24 рунные месячные календари. В годовом круге землебедельца в Норвегии еще до недавнего времени использовали рунический календарь. А в Германии сохранилась гравюра древнего германского рунического календаря. Во Франции кельты, в Литве, Руси и в Германии использовали руническое коло в календарях 8 и 16 рунного обозначения. Почти 2000 лет используются юлианские и григорианские календари. С помощью этих календарей людей отдалили от природы, изменили их мировоззрение не в лучшую сторону. Результат этого негатива особенно проявляется в настоящее время. Чтобы как-то исправить положение, нужен более прогрессивный календарь. В настоящее время сложилась непростая ситуация, когда по необходимости нужно использовать параллельно два календаря – григорианский и вечный русский. Каждый календарь применять в той области, где это необходимо. Григорианский по необходимости в навигации, астрономии, истории, археологии, в международных отношениях. А вечный русский – в производстве, планировании, бизнесе, быту и так далее. Вечный русский календарь очень удобен при недельной оплате труда. Это позволит повысить эффективность производства, улучшить организацию труда и отдыха. Использование нескольких календарей исторически совсем не ново. Например, в Китае, Индии, Японии, в арабских странах используется несколько календарей. У Майя было три календаря и так далее. Для этого необходимо иметь простой и быстрый переход с помощью таблиц перехода с одного календаря на другой. Автор в проекте предложил расчет такого перехода до 2227 года. Таблица 2. Ну, потом покажем. Устройство вечного русского календаря. Начало годового цикла времени в календаре производится от зимнего солнцестояния. Каждый месяц года имеет свой порядковый номер. Традиционное ведическое название и второе название – природно-климатическое, как это было всегда в русской традиции. Для южных и северных районов России происходит смещение по календарному времени названий месяцев, потому что климат разный, условия разные. И годовых недель, что обусловлено различной широтой и климатом территории России. Годовой круг времени содержит 52 недели с началом отсчета от зимнего солнцеворота. Таким образом, вечный русский календарь всегда был, есть и будет руководством к жизни, обеспечению и организации народов России, что всегда помогало выживать в холодном и суровом климате России, в зоне рискованного земледелия на протяжении многих тысячелетий. В проекте вечного русского календаря четыре семидневные недели образуют 28-дневный месяц, а 13 месяцев образует годовой календарный круг времени. Простой год содержит 52 недели, а высокосный год – 53 недели. Высокосная неделя включена в 13 месяц года, и она удлиняется в высокосный год. Чередование дней недели и чисел месяцев на любой год остается неизменным. Это позволяет составить вечный календарь, постоянный на любой год. Для повседневных целей можно приближенно определить по датам вечного календаря даты Григорианского календаря. Для этого предлагается совмещенная схема двух календарей. Вот здесь видно не очень… А на этих есть, да, на листках есть там. Значит, вот вверху идёт вечный русский календарь, и под ним же Григорианский. 52 годовых недели. Вот они там разделённые. 1, 2, 3, 4 и 52 – это последний. Там будет ещё 53-й – высокосный-высокосный год. Вот на этих первых верхних двух схемках видно. В календарной таблице вечного календаря размещены построчно. Новый год приходится на 22 декабря Григорианского календаря, когда 22 декабря совпадает с понедельником. Такие годы тоже есть. Первым днём недели считается понедельник. Например, в Западной Европе первый день недели считается воскресенье. Затем следует вторник, третейник, четверг, пятница, шестица, выходной. Видите, среды здесь нет и субботы нет. Шестица, она всегда была в русской традиции, это было название шестого дня недели. И третий день недели тоже он был третейник назывался. Тоже там были сталинские календари, да, всё там было. Теперь следующее. Средние многолетние температуры по месяцам приведены по данным энциклопедии России Брокгаусс и Ефронт 1898 года. Вот там есть строка горизонтальная с температурами для Москвы и Санкт-Петербурга по месяцам. Затем идёт русское название недель года и их порядковые номера этих недель. Ну, недели года всегда имели названия природно-климатические. Они вот восстановлены, как всегда на Руси было. Климатические сезоны указаны. Астрономических сезонов четыре. Зима-весна, лето-осень. А климатических четырнадцать сезонов они тут все перечислены в календаре. Высокосные годы в вечном русском календаре по новому правилу пересчитаны в таблице номер два. А потом, как её там увидят, ну не знаю. А, вот, сейчас она вот там, вот она здесь хорошо видна теперь. Вот видите, вот это поле, большое поле. Это вот 364 дня годовых. Мышкой лучше показать. А? Мышкой показать. А, мышкой. Вот двигатель я... Ну, сейчас где... А, вот увидел. Вот это поле большое, вот это большое поле внутри, это 364 клетки. В простом году 364 дня календарных. А вот внизу справа, ещё 53-я неделя, там ещё идут в последнем тринадцатом месяце, вот 29-е, 30-е, 31-е, 32-е, 33-е, 34-е, 35-е число. Это вот дополнительная высокосная неделя, высокосный год. Поэтому вот в этом поле, в большом, 364 дня, можно разместить практически любой календарь мира. Еврейский, арабский, ислама, Япония, китайский, да какой угодно. Вот эти клетки будут пустые, и, пожалуйста, на любой год распределил, расписал календарь. Вот тебе и совмещение. Значит, число дней месяца. Вот самая верхняя строка, где тут? А, вот, нашёл курсов. Вот здесь я показываю. Вот самая верхняя строка, вот она, 28 дней, это месяц. И он разделён на 4 недели. Понедельник, вторник, третийник, четверг, пятница, шестница, выходной и так далее. И так они и по вертикали вниз и спускаются. Теперь, внизу таблицы, есть курсор, я навёл, высокосные годы. Значит, вот здесь перечислены 2014, 18, 24, 29, 35, 41, 46, ну и так далее. До 2227 года перечислены высокосные годы. Календаря. Здесь пусть не смущает вас, что здесь написано ПВРК. Это в 19-м году проект ПВРК, но это того же самого календаря, но только теперь более совершенствован он, универсальным представлен. Поэтому здесь такие названия. Это, в принципе, один календарь. Ну и здесь также идёт название месяцев. Календарь, снежинь, крышинь, стужинь, родин лютый и так далее. Ну вот, пожалуй, по этой схеме всё здесь, такого ничего больше нет. Далее в первой схеме, в этой большой схеме, указаны восход солнца по годовым неделям в четверг. Время зимнее 2008-го. Это ещё до Медведевское время. Для Москвы и Санкт-Петербурга. Долгота дня по годовым неделям в четверг для Москвы и Санкт-Петербурга. Высота подъёма солнца в полдень по годовым неделям в четверг для Москвы и Петербурга. Ну, в градусах высота подъёма. Если зимой там для широт Петербурга на 6 градусов, солнце в полдень поднимается, ну, в Москве на 11 градусов. На 4, там, с лишним градусом разница в широте. Теперь пропорциональная доля поступления энергии Солнца на поверхность Земли для Москвы здесь приведена. Именно вот эта пропорциональная доля даёт понимание, во сколько раз солнечная энергия, тепла больше даёт летом, чем зимой, весной или осенью. Приведена строка осьминки года, рунического календаря, каменного века. Это как раз в русской традиции 8 осьминок года всегда было. Ну, если 364 дня, 65 разделить на 8, это вот продолжительность в днях каждой осьминки будет. И, соответственно, все ведические праздники были привязаны к этим реперным точкам временным, вот этих осьминок и всё прочее. Вот интересная строка сектора биологических часов Земли, БЧЗ по Волкову. Где-то я не помню в каком году, ну, в 2002 или 2004 вышла книга этого автора. Он ввёл понятие биологические часы Земли, что Солнце излучает энергию разных частот на Землю, значит, в организме человека идут также разные процессы. И указал именно в какие сезоны, что предпочтительнее употреблять в пищу. Далее идёт проекция Солнца на созвездии, эклиптики. В календарном времени их продолжительность для эпохи 2000 года. И те знаки, вот эти зодиака, которые сейчас широко во всей литературе публикуются, они подходят к положению звёзд на 2000 лет назад. Современное положение звёздного неба совсем иное. А здесь у меня приведено именно по положению современного неба. Так что там знаки зодиака не по 30 дней, а там совсем другое. Есть знаки, в котором 9 и меньше дней, и 20 дней. И есть где 42 дня. Это вот проекция Солнца на звёздное небо по направлению эклиптики. Как раз вот это получается на сегодняшнее время. Интересная строка. Жизненные принципы, подчинённые годовому кругу времени. В древнее время, во времена гипербореев, арктов, традиция донесла через веды, что ещё вот этих жизненных принципов было очень много, до 200. Ну, здесь вот по календарному кругу времени предпочтительность того или иного жизненного принципа определяется в определённое время года ещё. Величина раскалённости Солнца и его цветность в годовом цикле времени. Здесь вот тоже в горизонтальной строке показано. Солнце оказывается в разное время года, имеют разную температуру и разный цвет. Не только величина подъёма Солнца определяет поступление тепла на земную поверхность, но ещё и само Солнце. Там так же, как на Луне, вот эти секторы появляются или сектора и разного цвета. Применено новое правило высокосов. Взят 62-летний цикл, 62-летний, и в этом цикле 11 высокосных лет присутствует. И они распределяются по такой схеме 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Вот 11 высокосных лет. Значит, на каждой конце подцикла 5 или 6 размещается высокосный год с дополнительной неделей в 13-м месяце. Ну, параметры в таблице номер 1, в главной таблице, там тоже внизу справа есть расписаны параметры. Ну, я их зачитывать, наверное, не буду для экономии времени. Главный вопрос и очень жизненно важный – практическое использование нового вечного русского календаря. Значит, что здесь получается? Проект вечного русского календаря устраняет все недостатки григорианского календаря и улучшает качество их жизни. При его использовании сразу возникает вопрос адаптации привычек к новой схеме дней года. Для этого в таблице номер 1 календаря вечного русского каждая годовая неделя года совмещена с григорианским календарем. Вот это я об этом и рассказывал в начале. Это обеспечивает моментальную ориентацию в календарном времени двух календарей. Кроме того, в схеме дней года вечного русского календаря на любой интересующий год можно разместить любой календарь, в том числе лунный, солнечный, биоритмов, календарь питания, рыболовные, звериные, конфессиональные и вообще любые календари. К достоинствам календаря вечного русского предлагаемые относятся. Удобен и комфортабель в использовании и легко запоминаем. Ну что, 13 месяцев по 28 дней и по 4 недели. Вот и весь календарь. Предсказываем на любой год вперед и понятен в прошлом. Стабилен в календарном времени дней недели чисел, месяца, расположение праздников, дней отдыха на все годы. Не ограничено долго на вечные времена. Не требует оперативного переноса рабочих и выходных дней. А то, ну, как на практике, подходит праздник какой-то за неделю и решает правительство вопроса, куда же перенеси эти дни. Так не надо их переносить, их один раз определить нужно, и они на веки вечные будут на своем месте. Они определяются один раз на вечные времена праздники. Значит, вечный русский календарь дает 13 дополнительный рабочий месяц и высокосную неделю. Получается, вроде парадоксально в понятии. Ну как это, количество дней в году не изменилось, а вдруг 13 месяц рабочий дополнительный получился. А дело в том, что когда будет улучшена организация труда и предсказуемость жизни всего общества, то вот эта экономия, колоссальная экономия, может быть, в миллиарды, выльется для страны и пойдет только на пользу. Но это мое мнение. Это можно еще пересчитать и определить в цифрах. Это уже другая тема. Но это все есть и будет. Обеспечивает оперативное и перспективное планирование вечный русский календарь. Процесс производства, сбыта продукции, финансирования, бизнес. И очень удобен при введении понедельной оплаты труда. В Западной Европе понедельная оплата труда давно ведется. И в последнее время они даже практикуют почасовую оплату. Вышел человек на работу, три часа было работы, а три не было, ему уплатят за три часа. Понедельные данные войдут автоматически в месячные, потому что в месяце ровно четыре недели. Что было за неделю, сложив понедельные показатели, будут месячные. Также будут квартальные и годовые. Упросится отчетность, налоговое обложение, управление производством и обществом. Устраняет необходимость в ежегодном издании многомиллионных тиражей Григорианского календаря. Создает предсказуемость многих событий. У меня совсем мало сейчас. Увеличивает эффективность производства, экономию повсеместно. Улучшает международные отношения и связи. Обеспечивает хорошую связь времен, прошлого, настоящего и будущего. Служит для уменьшения конфликтности на всех уровнях. В 13-месячном годе вполне оправдано формирование кварталов из трех месяцев, как и сейчас, кроме четвертого. Четвертый квартал, например, будет иметь четыре месяца. Но этот длинный квартал будет разделен на два подквартала. Так что здесь никакой трагедии нет. Столько вычислительной техники кругом и оргтехники. Так что эти вещи можно вполне преодолеть. Заключение. Календарные знания многосторонние. Они затрадуются сферой нашей жизни. К сожалению, нужно отметить, что в школах, программах обучения сегодня изъяты астрономия, логика, психология, этика. А теперь уже и русская литература, и русский язык сокращены для минимума. Это является тормозом развития. Календарные знания должны давать школа. Проект «Вечного русского календаря» разрабатывался автором с 1995 года. Было около десятка различных проектов, и каждый содержал несовершенства. К 2008 году окончательно был отработан предлагаемый вариант. В 2011 году был впервые издан тиражом 300 экземпляров в городе Иркутске. Затем в 2012 году проект «ВРК», он же ПВРК, был опубликован в Санкт-Петербурге в сборнике Конгресса «Фундаментальные проблемы физики, естествознания и техники». Предлагаемый проект «В. Вечного русского календаря», по мнению автора, станет совмещенным мировым универсальным календарем. При этом уточнения и корректировки вполне закономерны. Более подробно узнать о календаре, его теоретически казновых и расчетах, можно в книжке, которая и тут продается тоже сейчас, и в интернете. Адрес в интернете в таблице номер 1. Слева внизу там есть. И год перехода. Когда же перейти на этот календарь? На этот календарь в любой год можно перейти, когда 22 декабря совпадает с понедельником. Такие годы перечислены. Вот здесь я еще забыл сказать, что в таблице номер 1, главной таблицы календарной, есть очень важная строка. Там показано Новый год по вечному календарю, первый календарь, и даты Григорианского календаря по каждому году. И вот тут как раз видно, когда 22 декабря по Григорианскому. Вот это и год перехода будет. Ну вот и все. Давайте поблагодарим за такую фундаментальную работу и очень полезную, без всякого сомнения. Сейчас, минутку. Один принципиальный вопрос, почему русский? Славянский или еще, я не знаю, почему русский обязательно? Ну, знаете, тут очень много мнений разных было, почему именно русский. Ну, а как его еще назвать? Ну, русский, значит, часть народа будет шипеть. Попробуйте на Украине внедрить русский календарь. Ну, правильно, там... Да, если универсальный, и все, никого не обижают. Ну, потому что здесь использована русская традиция. Название недель, месяцев, начало нового года, от зимнего солнцеворота. Ну, общественное мнение просит вас обрететь внимание на русский. Кстати, просто, чтобы вы имели в виду, совершенно точно русские празднули первый день, у них был воскресенье. Мало того, что есть соответствующие свидетельства письменные, где говорится, что эти язычники празднуют первый день воскресенья, говоря о каком-то белом свете. При этом они называют видимый свет вещим, образом этого белого света. И этот день был совершенно точно воскресенье. Ну, это... Это вам просто... Жарников Святова Васильевна, она руководитель секции от неологии, она вам все подробно расскажет, дать цитаты. Пожалуйста, источники этого. Ну, одно, два слова. Так, счет дней недели... Воскресенье. ...понедельник первый день, вторник второй день. Нет, первый день был воскресенье, потому что мы воскресаем, это день воскресенья, и с этого начинается... Но это с традицией христианской. Нет, это до... Христианство к этому не имеет отношения. Но превосславная традиция была не именно при христианстве. Нет, превосславная традиция к этому не имеет, но это древнерусская традиция, которая не имеет отношения к христианству никакого. Просто для сведения. Пожалуйста. Автор не учел прецессию земли, оси земли в противоположную сторону, направление... Ну, это понятно, что такое прецессия. Поэтому высота Солнца будет меняться в эти дни, и восход, соответственно, тоже будет меняться. Асминутка, я думаю, что он слишком умный, чтобы не учесть. Вы учли? Дальше. Не учёл. Конечно, учёл. Дальше ещё в процессе большой оси орбиты Земли, эллипс, он тоже будет вращаться в противоположную сторону от направления вращения Земли вокруг Солнца. То есть ошибка какая накапливается? Всё понятно, ошибка накапливается. В общем, там ошибка такая. Сезоны года будут смещаться в обратном направлении. Просто это оценка ошибки. Какая ошибка по вашим расчётам? По моим расчётам эти все сведения мне известны. И хочу сказать, что эти все явления, не только то, что вы назвали, там ещё их много. Это примерно 40 тысяч лет, 100 тысяч лет, вот такие масштабы времени. И при цессе тоже 26 тысяч лет. Он сказал, корректировки возможны, он подопредил. Там это, по крайней мере, 2 тысячи и 5 тысяч лет можно жить спокойно. Гораздо точнее, нежели чем сейчас, просто говоря. Так, вопросы ещё есть? То у нас не будет времени. А что толку-то? Толку-то что? Мозгов нету. Куда обращайся, не обращайся. Сейчас, слава богу, вот отменили зимнее время. Так что... Так нет, надо ещё на час сдвинуть, тогда будем жить по нормальному времени. Это правильно было бы. Так нет, но это ясно всем уже, кроме тех, кто принимает решения. Большой минус. Телевизионные программы, самые интересные, да, смещены в ночь. А человек должен спать. С интернетом уже всё по-другому. Какие? С телевидением в интернете.